Доброе здоровье, уважаемые посетители канала! В первую очередь, позвольте выразить скорбь теракту, который случился 22-го в Москве. И, кстати, знаете, нечто какое-то зловещее витало в атмосфере, можно так сказать. Я редко так как-то возбуждаюсь, то есть какое-то возбуждение было, что во время стрима вы это все ощутили. Какой-то накал был в энергетике пространства, который на мне отразился. Ну, еще разок, память погибших во время теракта на кругу Сити Холл. Я там бывал, видел, проезжал. Светлая память этим невинным людям. А теперь по теме. Я не буду говорить, что вот тут люди пишут, Геннадий Петрович, вы действительно выдающийся мыслитель современности, наш светоч, обожаю смотреть ваши видео, ваш канал Островок Здравомысля. Пение тибетских чаш это фантастика, как будто мозг вибрацией воздуха массажирует. Но я не для этого. Вот интересно, на оринотерапии сегодня весь мир пьет мочу. Действительно, оказывается, знаете, вот эти вот, с одной стороны, движение зеленых, ну, как бы сказать, всколыхнуло такие, как бы сказать, сомнительные методы и оздоровление, питание и так далее. В частности, пишет пользователь, благодаря вашим книгам, а вот тут я хочу особо остановиться, чтобы вы понимали и задавая вопросы, вы ищете ответы. А ответы вот они, уже те люди, которые прошли через все это. Итак, благодаря вашим книгам, я в 16 лет вылечил себе псориазм. Болезнь была с самого детства, мази не помогали, только очищение печени, плюс голод и урина. Это единственный способ избавиться от псориаза и экземы. Я бы сказал, это общий, известный метод или способ избавиться от множества различных болезней, таких особенно, как псориаз и экземы. Но это не единственный, далеко не единственный вообще-то. Сейчас мне 40, псориаз не проявлялся ни разу за все года. То есть, меня всегда интересует, вот как бы сказать, механизм всего этого. А именно, смотрите, псориаз, это все у нас, и экзема на коже отражается, то есть кожа страдает. Что-то такое происходит с кожей, что она не может самостоятельно справляться. А именно, здесь, как бы сказать, затронуты такие функции кожи, на которые она не приспособлена для этого. А так как мы знаем, что, смотрите, кожа, толстый кишечник и печень связаны между собой. И тут, правда, не говорится вот очищение этого. Возможно, был какой-то псориаз, возможно, было до этого поражение организма паразитами. Но, как только мы с вами, что сделали, очищение печени, мы с помощью очищения печени, я о котором разговариваю, нормализовали все виды обмены, которые происходят в организме. Они завязаны именно на печени. Сразу же лучше стал работать весь целый организм. Естественно, печень заработала лучше, и те шлаки, которые она ранее не могла удалять, и они накапливались, вот как вот эти старческие пятна накапливаются у человека, вот эти старческие пигментные пятна. Это говорит о том, что печень у них уже, так сказать, очень-очень ослаблена. И вот эти вот все эти шлаки, там, холестериновые, билирубинные, вот эти пигменты и так далее, начинают на коже, это самое, отражаться и скапливаться. То есть уже этого не стало. То есть кожа получила облегчение. Далее, голод. А что делает голод? Смотря какой величинный голод, он позволяет нам, с одной стороны, поднять защитные силы организма, на голоде, особенно так продолжительном, они очень сильно укрепляются. Идет подавление разного рода несвойственной организму микрофлоры, грибки, там, и прочее, прочее. Все это начинает дохнуть. И плюс еще урина, урина позволяет за счет, как бы сказать, вот, как гомеопатическое средство, так называемое лечение назодами, позволяет то, что уже отмерло, допустим, в организме, на голоде отмерло, и является для этих самых микробов ядов, то есть сами микробы уже отмерли, но еще какие-то остались. И при повторном введении вот этой вот информации, уничтожении этих микробов, она начинает действовать еще лучше. Вот почему это все так и прекрасно подействовало. То есть взяться за себя и пошел. Ничего тут сложного нет. Все заключается в том, чтобы делать регулярно, на протяжении определенного какого-то времени. И все это нормализуется. То есть мы не лечим. И вообще, естественно, здравление – это процесс нормализации работы организма. Все, больше ничего не надо делать. И здесь вот очищение печени, голодание, там, и урина, там, естественно, с питанием, естественно, с... Нет, это самая лучшая умственная, будем говорить, активность. Периодически очищаю организм по 3-4-5 дней, сижу на голоде. Ну, нормально. Периодически, не постоянно. То есть, когда человек понимает, насколько у него работает на голоде организм, как надо входить, как надо проводить голодание, как выходить из него, то это все нормально. Это, знаете, так само собой. Кроме того, питание правильно, сахар исключило полностью. Как хорошо, что мне в юности попались ваши книги. Если бы не книги, я бы до сих пор мучилась с этой болезнью. Более того, вот это вот все лечение, которое, оно не направлено на то, чтобы нормализовать работу организма. Оно якобы... Вот мы будем лечить эту болячку, тут смажем, там еще что-то там сделаем, будем подавлять. Оно еще внесет хаос и интоксикацию, нагрузку зашлакованности в организм и вызовет еще ряд других сбоев, которые усугубят состояние человека. На данный момент, не выгляжу на свои годы, мне дает не 40, а 27-29 лет. Спасибо вам. Отлично, отличное письмо, отличное письмо. И главное, что здесь есть проблема псориаз с кожей. И есть ее решение, голод там, урина там и другие перечисленные. И есть практический опыт, не то, что вот теория, да, вот поголодайте, да, вот это сделайте, а вот практический опыт и подтверждение, подтверждение этого, что с 16 лет до 40, то есть в течение 24 лет человек вот этим ничем не болел. Но еще, я подчеркиваю, периодически очищая организм, то есть человек поддерживает вот эту внутреннюю чистоту своего организма. И все нормально, все хорошо работает. Если этого не сделать, если этого не сделать, то, естественно, толку не будет. Как связаться для консультации? Вот, пожалуйста, вот и связывайтесь с консультацией. Ну, как-то у меня нет желания кого-то консультировать. Смотрите канал. Про аутоиммунные заболевания я уже говорил. Нету таких. Когда нечего сказать, вот начинают придумывать вот эти вот разные, разные вещи. Пожалуйста, толстый кишечник, печеночку и нету. Продолжение следует...